Приветствую всех, как зрителей, так и слушателей, которых судя по опросу во вкладке сообщества больше. Сегодня предлагаю перенестись в Латинскую Америку и рассмотреть интересную тему, связанную со сложной генетикой ее жителей и влиянием, которое она оказывает, как на внешность, так и на отношение каждого отдельно взятого человека к самому себе. Учитывая историю формирования населения Латинской Америки, как до, так и после колонизации, очень интересно узнать, какие межконтинентальные примеси и как повлияли на генетическую структуру и внешность современных ее жителей и какие фенотипические черты сохраняются и преобладают при смешении людей из разных регионов планеты, а также как этот генетический коктейль воспринимают сами его носители, к кому они себя причисляют и какие примеси различных предков, своей родословной, они склонны преувеличивать или преуменьшать. Особенно, когда люди делятся на тех, кто кричит «понаехали тут» или тех, кто выступает за равные права и возможности. Латинская Америка предлагает отличную возможность изучить генетическую основу различий по внешности между африканцами, европейцами и коренными американцами, потому как история Латинской Америки включает в себя обширную смесь между коренными американцами и людьми, прибывшими из других континентов, особенно из Европы и Африки. В результате, население региона имеет весьма неоднородный генетический фон и демонстрирует большие различия во внешнем виде. При этом, определенные внешние черты людей, унаследованные от предков, оказывают сильное влияние на самовосприятие и одновременно вызывают предвзятое отношение к некоторым генетическим примесям. Обычно человек смотрит на себя в зеркало, на своих родителей, дедушек и бабушек и делает выводы о своей этнической принадлежности и расе. Основные аспекты – это цвет кожи, глаз и волос. Однако не все внешние признаки может идентифицировать человек, как к примеру форму губ, носа и различные маркеры, которыми занимаются антропологи. В последних исследованиях за несколько лет ученые попытались разобраться в генетике современных жителей Латинской Америки. В результате обнаружилось поразительное географическое соответствие между компонентами ДНК коренных народов у латиноамериканцев и генетической структурой современных групп индейцев. А также были выявлены исторически незарегистрированные мигранты колониальной эпохи, вероятно, в основном из-за тайной колониальной миграции христианских новообращенных неевропейского происхождения, называемых конверса, состоящих преимущественно из мавров и сефардов или евреев Пиренейского полуострова с римских времен. Процесс обращения в католицизм евреев и мусульман проходил в Испании и Португалии примерно в XIV-XV веках. Эти люди впоследствии преследовались как бывшими соратниками по вере, так и единоверцами по новой вере. И если в стране происходили какие-либо бедствия, будь то землетрясения или засухи, догадайтесь, кто был виноват и против кого случались погромы. Рассмотрим основные компоненты родословной латиноамериканцев. Коренные жители Антропологические исследования показывают, что плотность популяции доколумбовых аборигенов значительно различалась в Северной и Южной Америке, что повлияло и на генетический вклад в современных латиноамериканцев. Анализ на основе гаплотипов позволяет сделать вывод о 25 компонентах предков коренных американцев по всей Латинской Америке, которые были объединены в 16 для визуализации на графике. У мексиканцев преобладает подкомпонент науа, наиболее распространённый в Северной и Центральной части Мексики, и два более мелких подкомпонента, один из которых относится к коренным жителям Южной Мексики, а другой к майя, в основном у мексиканцев из Юкатана. У перуанцев преобладает компонент кечуа в Центральном Перу и наблюдается подкомпонент, связанный с местными жителями Альянского предгорья, концентрирующиеся в Северном Перу, и меньший компонент Аймара, в основном у южных перуанцев. А у чилийцев преобладающий субкомпонент коренного населения наиболее тесно связан с арауканами или мапуче Юга Южной Америки, в то время как более мелкие компоненты связаны с теми, которые наблюдаются у перуанцев и северных чилийцев. У колумбийцев вклад коренных народов наиболее связан с Чипча-Паэс, особенно у северо-западных колумбийцев. Другие компоненты наиболее тесно связаны с центрально-американскими майя, а у южных колумбийцев с компонентом перуанского предгорья Ант. А бразильцы демонстрируют родословную Антского предгорья из северо-восточного Перу. В целом, результаты влияния коренных жителей демонстрируют картину естественной изменчивости в Северной и Южной Америке, подчёркивая генетическую преемственность между доколумбовыми группами и врождённым компонентом современных смешанных популяций по всему региону. Европейское родословное Распределение европейских предков в выборке демонстрирует резкий контраст между Бразилией и Испанской Америкой. В Бразилии преобладает европейский подкомпонент, соответствующий эталонной группе Португалия и Западная Испания, в то время как в Мексике, Колумбии, Перу и Чили, это преимущественно центральная и южноиспанская родословная. Эта дифференциация близко соответствует колониальной истории и Торде-Сельязскому договору о разделе сфер влияния в мире между Испанией и Португалией. Таким образом, миграция португальцев сконцентрировалась в восточной части Южной Америки, постепенно расширяясь за пределы демаркационной линии, пока не достигла нынешних политических границ Бразилии. И наоборот, испанские мигранты поселились в основном на территориях Центральной Америки и Западе Южной Америки, которые в период независимости разделились на отдельные страны. Относительно небольшой вклад баскового и каталонского языков согласуется с исторической информацией, подтверждающей, что испанские мигранты в Америке были родом в основном из Южной и Центральной Испании. Помимо родословной Португалия-Западная Испания, бразильская выборка также показывает существенные генетические компоненты, наиболее тесно связанные с группами из Италии и Германии, которые концентрируются на юге страны. Эта модель соответствует документированной эмиграции в Южную Бразилию большого количества немцев и итальянцев, начиная с конца 19 века. Компоненты восточного и южного Средиземноморья Евреи Пиренейского полуострова оказались довольно шустрыми и расселились по всей Латинской Америке и не только. Их генетический вклад составил в Бразилии 1%, в Чили 4%, в Колумбии и Мексике по 3% и в Перу 2%. В целом, примерно 23% людей в выборке показывают более 5% такой родословной, в среднем 12,2%. Не зря прибытие Колумба в новый свет в конце 15 века совпало с изгнанием и принудительным обращением в католицизм испанских евреев и аналогичными мерами, которые затронули и испанских мусульман. Хотя новообращенным христианам было запрещено законом переселяться в колонии. Однако исторические записи часто из Инквизиции документируют, что некоторые люди совершали путешествия. Результаты показывают, что вклад людей из восточного и южного Средиземноморья встречается гораздо чаще, чем описывается в исторических отчетах. А вклад, не связанный с сефардами из восточного Средиземноморья в латиноамериканцев составляет 3,9% и из южного Средиземноморья – 1%. Поскольку эта миграция была в основном подпольным процессом, оценить её масштабы было бы сложно без генетических исследований. Африканская родословная к югу от Сахары Подсчитано, что Бразилия получила около 4,2 миллиона африканских рабов, в то время как Испанская Америка получила около полутора миллионов. Тем не менее, средний вклад предков к югу от Сахары является относительно низким менее 4%, что вероятно отражает тот факт, что регионы, которые исторически принимали большое количество рабов, меньше представлены в этой выборке. В целом, примерно 22% исследованных лиц демонстрируют более 5% примесей от предков к югу от Сахары. Даты, связанные с начальной примесью африканских стран, совпадают с датами колонизации. Восточно-азиатское происхождение Помимо вышеперечисленных примесей, историческая информация указывает на некоторую миграцию в Латинскую Америку из Восточной Азии, особенно после обретения независимости в 19 веке. Восточно-азиатское родословное в выборке в среднем очень низкое, менее 1% в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике, а в Перу чуть выше, около 1,4%. У лиц с более чем 5% восточно-азиатской родословной, этот компонент наиболее тесно связан с китайцами и в меньшей степени с японцами, за исключением Бразилии, где японского вклада больше. Эти результаты соответствуют историческим записям, документирующим прибытие китайских рабочих в Перу с середины 19 века и японских рабочих в Бразилию с начала 20 века. Влияние субконтинентальных примесей на внешность. Европейская родословная связана с более высоким ростом, легкой пигментацией кожи, волос и глаз, а также с волнистостью волос и облысением у мужчин, а возраст появления седины приближён к статистически значимому. А также у людей с европейской родословной в основном более плоские лица, а верхние губы приподняты к нижней части носа. Нос более сужен, надбровные дуги выше, а губы укорочены. Африканская родословная, как и европейская, связана с более высоким ростом и кудрявостью волос. Однако различия в пигментации очевидны. Также отмечены более короткие носы, смещённые глаза вниз, а губы вверх. Лица более короткие и широкие, а лобно-височная область характеризуется смещением вниз по отношению к глазам. А родословные индейцев в значительной степени коррелируются с более низким ростом. Однако здесь стоит учитывать, что на рост также сильно влияют факторы окружающей среды, в том числе питания. А также отмечена общая тенденция к увеличению среднего роста по всему миру. Поэтому у более молодых жителей рост ожидаемо выше. Также исследователи отметили, что более низкое социально-экономическое положение статистически связано с уменьшением роста. Помимо этого у людей с высоким вкладом индейцев более прямые волосы. Компонент центральных ант с арауканским в значительной степени связан с изменением черт лица, особенно формы носа. Компонент мапуче или арауканский тесно связан с менее выступающим носом и более широким углом кончика носа. Это согласуется и с исследованием в области физической антропологии, которые показывают, что у мапуче более плоский и широкий нос, чем у населения центральных ант. Носовая полость является важным регулятором температуры и влажности вдыхаемого воздуха. Эволюционные исследования показывают, что на форму носа повлияла адаптация к климату. А у латиноамериканцев данный фенотип, унаследованный от коренных жителей, сохраняется благодаря проживанию в тех же климатических условиях. Это также согласуется с предположениями о том, что черты лица человека включают ряд адаптаций к окружающей среде. В целом, самое высокое влияние на внешность оказывает пигментация кожи около 19%, далее следует форма волос 8%, цвет глаз и волос 4-5% и в меньшей степени другие фенотипы. Здесь стоит упомянуть, что различия в пигментации у латиноамериканцев раньше связывали с разной степенью вклада предков африканского и европейского происхождения. Однако новые исследования демонстрируют, что есть различия в варианта генов, которые унаследовали латиноамериканцы от коренных народов Америки и европейцев. Проще говоря, различные варианты генов, отвечающих за более легкую пигментацию, развивались независимо у людей в Европе и Азии еще десятки тысяч лет назад. Азиатские варианты были впоследствии перенесены в Америку с первыми поселенцами, но эти разные варианты генов все же встретились спустя тысячи лет. Но у современных людей более светлый цвет кожи, глаз и волос все равно ассоциируется только с Европой. Тем самым гены индейцев в этом фенотипе недооцениваются. Генетическое происхождение и самовосприятие В Латинской Америке при проведении переписи населения и других исследований широко используются четыре этнорасовые категории. Это чёрные, белые, коренные и смешанные. В процессе исследования учёные сравнивали генетическую родословную и пигментацию кожи, измеряемую по индексу меланина, между этими категориями для самооценки. Стоит отметить, что в каждой стране наблюдается тенденция, направленная на уменьшение значимости европейской родословной и рост пигментации. Также выяснилось, что особо сильное влияние на самовосприятие оказывает пигментация. Люди с более низкой пигментацией кожи склонны переоценивать своё европейское происхождение и недооценивать вклад индейцев. В то время как люди с более высокой пигментацией переоценивают вклад своих индейских и африканских предков. Точно так же более светлый цвет глаз и волос приводит к переоценке европейской родословной и недооценке родословной коренных американцев. А тип волос сильно связан с переоценкой африканского происхождения. Влияние социальных факторов над предвзятость самовосприятия подтверждается наблюдением, что большее богатство в значительной степени ассоциируется с переоценкой европейского происхождения. А в целом, результаты исследований иллюстрируют, как генетический анализ может способствовать созданию более полной картины человеческой истории. Это особенно относится к плохо задокументированным событиям, таким как тайная миграция в Латинскую Америку новообращенных в католицизм жителей восточной и южной части Средиземного моря. Кроме того, анализ показывает, как региональные генетические вариации, тонко сформированные историей, могут влиять на генетическую архитектуру и сложность фенотипов в основных географических районах. А также результаты демонстрируют, что современные люди знают о своём происхождении значительно меньше, чем родословной своих домашних питомцев. К тому же подобные тенденции не ограничены только Латинской Америкой. А я как всегда на этом не прощаюсь. Не забывайте оставлять комментарии, делиться видео в социальных сетях и подписываться на канал.